Данная программа вышла в свет благодаря партнерам служения Крефла Доллара. Иисус пришел исполнить закон не для того, чтобы все могли исполнять закон. Он пришел исполнить закон, потому что никто не мог. Поскольку Он пришел исполнить закон, так как никто не мог, то после того, как мы исповедовали Его Господом в своей жизни, мы можем уповать на Него. Поскольку Он сделал все, что мы сделать не могли, то моя вера в Иисуса, а не в себя. Моя вера в то, что Иисус сделал для меня и чего я сделать не мог, а не в то, что я могу сделать для Иисуса. А теперь давайте присоединимся к Крефла Доллару и послушаем сегодняшнее послание. Если у вас Библия и Собой, откроем второе послание Коринфянам, третью главу. Второе послание Коринфянам, третья глава. Это утро я хочу начать с разговора о том, как человек, долгое время пробывший в тюрьме, иногда находит трудным адаптироваться в обществе. иначе говоря, я настолько привык быть в тюрьме, что когда мне предоставили свободу, я испытываю страх перед свободой. поскольку мне более привычно быть в тюрьме. В тюрьме мне не надо беспокоиться об оплате счетов. В тюрьме мне не надо беспокоиться о пище. В тюрьме мне не надо беспокоиться о крови. Когда я выхожу из тюрьмы, я свободен. Иногда у меня может возникнуть искушение совершить незначительное глупое преступление для того, чтобы снова вернуться в несвободу. Но вот вопрос по мере начала оценки этого сценария. Что происходит, когда человек решает полностью воспользоваться преимуществом своей свободы? Потому что в церкви мы утвердились в законе Моисеевом. Мы пробыли в нем так долго. Наш ум пребывал в нем так долго. Он проповедовался в церкви так долго, что теперь, когда приходит возможность свободы, мы проверяем, действительно ли это свобода, и что Бог будет по этому поводу делать. И мы возвращаемся в то, от чего Иисус пришел освободить нас. Но что происходит, когда человек решает полностью воспользоваться преимуществом этой свободы? Об этом мы и говорили в этой серии. О том, как переживать свободу в благодати Божьей. Что происходит, когда вы полностью воспользовались преимуществом этой свободы? В то время, как человек может испытывать искушение совершить преступление, чтобы снова вернуться в несвободу тюрьмы, он в конечном итоге решает принять свою свободу. Другие же, адаптировавшиеся к несвободе люди, видят это как риск. Риск свободы. Скажите, свобода. Я имею в виду, на эту идею существует много различных реакций. Некоторые чувствуют себя настолько безопасно в пределах закона Моисеева, что свобода от него для этих людей является пугающей. Некоторые одной ногой вышли из закона Моисеева, а другой твердо стоят в нем на всякий случай. Трудно нам позволить себе наслаждаться свободой и избавлением от закона. Мы даже можем обнаружить у себя искушение сделать грех, чтобы посмотреть, насколько мы свободны, и что Бог будет по этому поводу делать. А затем мы принимаем решение. Мне снова нужен закон, поскольку я совершил грех. Мне надо исправить поведение собственными усилиями. В итоге мы снова оказываемся под бременем закона Моисеева. Но Богу это не надо. Вы слышите меня? Богу это не надо. Его намерение для наших отношений и действий быть мотивированными свободой от начала до конца. Свобода кажется рискованной. Свобода от закона Моисеева, в котором мы находились так долго, и который был частью нашей традиции, кажется рискованной. А свобода означает личную ответственность. Свобода означает, что мы не можем пользоваться измерительной лентой для оценки нашего статуса. Свобода означает, что мы приняты, несмотря ни на что. Это значит, что наши выборы в жизни должны быть мотивированы не страхом и виной, а чем-то иным. Новозаветная свобода, дамы и господа, позволяет Духу Божьему быть всем тем, кем Он желает быть в нашей жизни. А где Дух Господень, там свобода. Именно так и сказано во втором послании Коринфянам, 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Свобода от закона Моисеева означает, что теперь мы свободны быть освобожденными Духом Божьим. Теперь мы свободны быть вводимыми Духом Божьим. Теперь мы свободны, чтобы Дух Божий говорил нам, учил нас, показывал нам и помогал нам быть всем тем, кем мы должны быть. Вот что значит быть свободными от закона. Мы свободны жить по Духу. Мы свободны принимать советы от Духа. Мы свободны получать направление от Духа. Мы свободны быть вводимыми Духом. Мы свободны иметь все плоды Духа. И вы удивитесь, насколько сбалансированной станет ваша жизнь. Но пока что мы боимся отойти от закона Моисеева и ищем любой повод, чтобы вернуться к такой жизни, в которой всегда жили в церкви, чтобы вернуться к тому, что вы всегда слышали, и к тому, что вам всегда говорили. Мы не знаем, что случилось с братом Крефлодолларом. Скоро он разрушит все свое служение, уча это ереси. Нет уж, простите, вот настоящая свобода. Не свобода грешить, а свобода быть свободным от греха. Когда христиане аргументируют в пользу закона Моисеева в нашей жизни, тем самым они хотят обеспечить страховочную сеть для нашего поведения. Когда христиане аргументируют в пользу закона Моисеева в нашей жизни, и для меня это удивительно. Какое послание благодати есть у нас? История об Иисусе и о Его крови, избавившей нас от греха. Тем не менее, из-за нашей церковной традиции мы продолжаем аргументировать в пользу закона Моисеева в нашей жизни, обеспечивая страховочную сеть для нашего поведения. Вот что я скажу, дамы и господа, касательно людей, аргументирующих в пользу закона Моисеева, касательно тех, кто говорит, «Почему брат Доллар призывает нас оставить закон Моисеев? Ведь Иисус пришел не для того, чтобы избавить нас от закона, а для того, чтобы исполнить закон». Так почему брат Доллар призывает нас избавиться от закона? Я рад, что вы задали этот вопрос. Давайте обратимся к пятой главе Евангелия от Матфея. Сегодня на этот вопрос есть ответ. Евангелие от Матфея, пятая глава, семнадцатый и восемнадцатый стихи. Давайте ответим на этот вопрос. Семнадцатый стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но...» Что? «Исполнить». «Ибо истинно говорю вам, доколе не предят небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не предит из закона, пока не исполнится все». Прочтя это местописание, вы можете истолковать его, как и все остальные люди. Почему вы тогда призываете нас избавиться от закона? Поймите, пожалуйста, у Иисуса было два служения. Два служения Иисуса. Первое. Иисус пришел для того, чтобы показать истинный дух закона. Показать истинный дух закона. И второе. Он пришел, чтобы перевести нас от закона к Новому Завету. Кто-то спросит, «Откуда вы это знаете?» Вспомните, что сказано в 4 стихе 4 главы послания к Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконах, дабы нам получить усыновление. Согласно посланию Галатам, Иисус, родившись, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных от закона. Однако он не мог бы искупить их от закона, если бы не подчинился закону. Иисус обращался к бывшим подзаконам, потому что каждый раз, говоря о законе... Третья глава послания к римлянам. Я должен показать это вам. Я должен показать это вам. Каждый раз, говоря о законе, Иисус обращался к состоявшим подзаконам. Послание к римлянам, третья глава, девятнадцатый стих. «Если вы там, скажите «Аминь». Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам». Итак, закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам. «А что, если вы больше не подзаконом?» «Если вы больше не подзаконом, то если закон что говорит, он говорит не вам». Вы все меня услышали? Итак, Иисус пришел, чтобы исполнить закон. Он пришел не для того, чтобы выбросить закон, но для того, чтобы избавить от закона, бывших под законом. Иисус не выбросил закон. У закона по-прежнему есть своя функция. Он пришел, чтобы показать вам. Есть возможность. «Если вы сделаете меня Господом в своей жизни, то я сделаю вас праведными по вере. А после того, как вы станете праведными по вере, у вас больше не будет нужды в законе». Откроем послание к Римлянам, 10 глава, 4 стих. Иисус пришел исполнить закон не для того, чтобы все могли исполнять закон. Он пришел исполнить закон, потому что никто не мог. Поскольку Он пришел исполнить закон, так как никто не мог, то после того, как мы исповедовали Его Господом в своей жизни, мы можем уповать на Него, поскольку Он сделал все, что мы сделать не могли, то моя вера в Иисуса, а не в себя. Моя вера в то, что Иисус сделал для меня, и чего я сделать не мог, а не в то, что я могу сделать для Иисуса. Послание к Римлянам, 10 глава, 4 стих. Прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». Сколько у нас тут верующих? Кто из вас принял Христа как своего Господа? Для вас закона Моисеевым закончена. Пойдем дальше. Послание к Римлянам, 7 глава. Четвертый стих. «Приди, великий учитель, Ты необходим мне, Господь. Сам я не справлюсь. Сколько бы я ни проповедовал, без Тебя мне не справиться». То же относится и к вам. Сколько бы времени вы ни были спасены, Иисус необходим вам сегодня, завтра, на следующей неделе, каждый день. Без Него не можете делать ничего. Без Иисуса жить христианской жизнью нетрудно, а невозможно. Прочитайте 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы...» Послушайте, что он говорит. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Иисусу, воскрешему из мертвых, да приносим плод Богу. Скажите, «Я умер для закона». Послание к Кримлянам, 6-14. Перелистните туда. К Кримлянам, 6-14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Вы не под законом, но под богодатью». Он обращается к праведным людям. «Вы не под законом». Теперь, когда вы спасены, рождены свыше, вы не под законом. Вы под...» Прочитайте 6 стих. Послание к Кримлянам, 7 глава, 6 стих. «Поскольку у вас открыто это местописание», 6 стих. «Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Расширенный перевод. «Но ныне мы уволены, демобилизованы из закона. Как отслужившие демобилизируются из армии, так и вы из закона. Сегодня тех из вас, кто рожден свыше, сегодня я официально демобилизую вас из закона Моисеева. «Но ныне мы уволены, демобилизованы из закона. Мы прекратили с ним все отношения, умершие для того, что когда-то связывало нас и удерживало в плену». Хотя мы освобождены от закона, разве Иисус пришел, чтобы выбросить его? Нет. У закона остается определенная функция. Откройте первую главу первого послания Тимофею. Если вы и после сегодняшнего дня не поверите, значит, вы просто не хотите верить. Первое послание Тимофею, первая голова, восьмой стих. В седьмом стихе описана проблема. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Восьмой стих. «А мы знаем, что закон добр. Никто и не говорит, что закон плох. Он хорош для той цели, для которой Бог дал его. А мы знаем, что закон добр. Если кто, что делает? Законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника». А кто из вас стал праведным по вере в Иисуса Христа? «В день, когда вы родились выше, небеса объявили вас праведным по вере». Апостол говорит, «А мы знаем, что закон добр». Девятое стих. «Зная, что закон положен не для праведника». Итак, мы были демобилизованы. Для нас, христиан, Иисус пришел, чтобы выбросить закон. Нам закон больше не нужен, поскольку в день, когда мы родились выше и сделали Иисуса Господом своей жизни, Он стал автором и совершителем нашей веры. Мы, рожденные свыше, Вадима уже не законом, но Вадимы Духом Святым. Иначе говоря, закон повелевает вам любить свою жену, а Дух Божий показывает вам, как. Закон повелевает вам любить врагов, а Дух Божий показывает вам, как. Девятый стих. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных». Закон для беззаконных. И непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Иисус сказал, «Я пришел исполнить закон с тем, чтобы те, кто хотят освободиться от Него, стали праведными по вере, а для тех из вас, кто не хочет освободиться от закона, не хочет принимать Иисуса как своего Господа, кто по-прежнему думает, что им не нужен закон, поскольку вы по-прежнему думаете, что можете исполнить закон, вам закон необходим, потому что, очевидно, вы не убедились в том, что закон был дан не для того, чтобы сделать вас праведными, но для того, чтобы вы признали, насколько вы грешны». Вы слушаете, что я вам говорю? И вот проблема. Люди, спорящие по этому вопросу, они это не признают. Но Господь говорит, что они обмануты. Я спросил, «Господь, а почему они обмануты?» Господь сказал, «Они думают, что могут исполнить закон, но дав его, я сделал невозможным, чтобы кто-то исполнил его». Все мы выросли, зная десять заповедей. Все мы знаем, что надо делать и чего не надо, но вот в чем дело. Вот о чем вы не думали. Уверовав закон, вы все равно не исполняли его. И я говорю лишь о десяти заповедях. Вы даже и не знали, даже не знали 600 остальных законов. Я хочу вам что-то показать. Вы так сильно хотите набора законов, а вам нужно освобождение. Но вы не получите освобождение и не будете ходить в свободе, пока будете думать, что можете исполнить закон. Давайте я покажу вам две категории, под которые попадаем мы с вами. Послание Иакова 4,17. Иакова 4,17. Понимаете, вам необходим Иисус. Когда Иисус пришел и сказал, отсеки свою руку, вырви свой глаз, отсеки свою ногу, раздай все, что имеешь, Он сделал исполнение закона еще труднее. Вы говорите, что исполняете закон, но после того, как ваша рука соблазнила вас, и вы не отсекли ее, вы нарушили закон. После того, как вы посмотрели на кого-то с вожделением, будь вы мужчина или женщина, и не вырвали свои глаза, вы нарушили закон. Вы не раздали все, что имеете. Это очевидно, потому что здесь вы сидите не в рубищах, а в хорошей одежде. Послание Иакова 4,17. Прочтем его вместе. Готовы? Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Кто из вас был в ситуации, когда вы знали, что надо сделать добро, но не сделали? Не знаю, почему некоторые не подняли руки. Потому что ответ — мы все. Это относится ко всем. Грех есть грех. Если люди идут в ад за грехи, то вот этот грех время от времени совершают все. Еще один факт, от которого не уйти. Послание к Римлянам 14,23. К Римлянам 14,23. Если вы там, скажите «Аминь». А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере — грех. Знаете, что это значит? Каждый раз, когда вы действовали в сомнении, вы делали грех. Каждый раз, когда вы действовали в страхе, вы делали грех. Каждый раз, когда у вас были двоящиеся мысли, вы делали грех. Каждый раз, когда вы нервничали, и у вас не было полной уверенности, вы делали грех. Значит, грех делали все. Все. Так для чего был дан закон? Послание к Кримлинам 3.19. Кримлинам 3.19. Послушайте, что тут сказано. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Я не под законом. Так что, если вы обращаетесь к состоящему под законом, вы говорите не мне. Я это не слушаю. Я не под законом. Когда вы обращаетесь к тем, кто под законом, вы говорите не мне. Я под благодатью, а вы обращаетесь к состоящим под законом. Это все равно, как есть команда красных и команда синих. Вы обращаетесь к команде синих, а я в команде красных. Вы говорите не мне. Я не обращаю внимания на то, что вы говорите команде синих, потому что вы обращаетесь к той команде. Я вас слушать не буду, пока вы не начнете обращаться к команде красных. Подобным образом есть команда неспасенных и команда спасенных. Команда спасенных под благодатью, а неспасенных по-прежнему под законом. Когда говорят о законе, то обращаются к команде неспасенных, а когда говорят о благодати, то обращаются ко мне. Но у нас есть люди, которые были спасены по благодати, но при этом обращающие внимание на закон Моисеев. Но он к вам больше не относится. Так для чего был дан закон? Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Послушайте, закон проповедуется состоящим под законом, чтобы они стали виновными. Вы только послушайте это. Звучит совсем не как свобода. Закон говорит вам то, что вы не можете сделать, и вы становитесь виновны. Продай все, что имеешь, и тогда наследуешь Царство Божье. Вы виновны, потому что не сделали этого. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы виновны. Итак, закон предназначен для того, чтобы сделать вас виновным. Прочтите 613 заповедей. Что произойдет? Вы виновны. Не ешь свинину. А вы-то знаете, что было на вашем гриле в День независимости. Вы знаете, что вы поджаривали. Виновны. Вы не можете есть свиные ребрышки в мире по причине закона. Поработал в субботу, чувство вины. И послушайте, что сказано в 20 стихе. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Обратите внимание на последнюю часть. Ибо законом познается грех. Вы услышали, что сказал апостол? Ибо законом познается грех. Давайте я скажу более по-современному. Закон заставляет нас осознать нашу проблему. Закон был дан для того, чтобы вы осознали проблему. Причина, почему Бог дал сынам Израилевым закон, была в том, что они не осознавали, что у них проблема. Грех. Бог дал им закон не для того, чтобы они стали праведными. Потому что никто не может стать праведным через дела. Цель закона Моисеева была не в том, чтобы сделать их праведными. Закон хорош и совершенен. Хорош для чего? Для того, чтобы вы почувствовали себя виновным. Хорош для того, чтобы вы почувствовали себя осужденным. Хорош для того, чтобы заставить вас увидеть. У вас есть проблема. Хорош для того, чтобы вы обратились к единственному, кто может решить вашу проблему. Хорош для того, чтобы вы увидели. Вам необходим Спаситель. Всем это понятно? И тем не менее, еще один вопрос, дамы и господа. Разве Иисус выбросил закон? А? Что насчет праведных? Значит, вы не знаете, верно? А хотите узнать? Я ценю то, что вы не отвечаете. Вместо того, чтобы кричать с глупым выражением лица. Да, аминь! Я ценю то, что вы говорите. Вы же проповедуете. Вот и скажите. Послание к евреям 8.13 Каково предназначение закона для тех, кто праведен? Послание к евреям 8.13 Каково предназначение закона для тех, кто праведен? Вы слышали местописание «Доколе не предет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не предет из закона, потому что закон — это детоводитель». Он предназначен для того, чтобы продолжать работать совершенно и делать то, что должен делать для тех, кто не рожден свыше. Но что, если вы рождены свыше и стали праведным? Послание к евреям 8.13 Послушайте, что говорится в этом стихе о законе. Говоря новый, показал ветхость первого. Оветшающее и стареющее. О чем здесь речь? О ветхом завете, о законе. Оветшающее и стареющее близко к уничтожению. А что здесь сказано, если прочесть в надлежащем контексте? Для тех, кто в Новом Завете, ветхий завет близок к уничтожению, исчезновению. Для тех, кто в Новом Завете, закон Моисея вветшает, стареет и близок к уничтожению. Мне нравится расширенный перевод. Когда Бог говорит о Новом Завете, соглашении, Он делает предыдущего устаревшим, вышедшим из употребления. О, мне это нравится. Теперь, когда мы под благодатью, закон Моисеев устарел, он вышел из употребления. Давайте я проиллюстрирую это так. Теперь, когда у нас есть компакт-диски, аудиокассеты устарели, они вышли из употребления. Да? Теперь, когда мы понимаем, что такое по-настоящему классная одежда, длинные одежды, которые раньше носили братья, похожие на костюм клоуна в цирке, они вышли из употребления, устарели. Теперь мы одеваемся в классные костюмы, потому что ветхое ушло. Большие остроносые туфли устарели, вышли из употребления. Гигантская прическа афро, которую носили братья, устарела, ушла. Вышла из употребления. Дамы, когда вы смотрите на какие-то вещи, то говорите, это больше уже не в моде. Устарела, вышла из употребления. Вот так и закон для праведных. Он устарел, вышел из употребления. Послушайте, что говорит автор. Закон вышел из употребления. А то, что устарело, вышло из употребления и аннулировано по причине возраста, готово к исчезновению и полному уничтожению. Помните этих слоников в штанах? Они готовы к исчезновению. Помните, да, Шики? Они готовы к исчезновению. Но человеческой природе свойственно цепляться за что-то устаревшее и пытаться вернуть это назад. И я говорю вам, Бог не хочет, чтобы вы это делали. После того, как вы были избавлены от закона, не пытайтесь вернуться к нему и снова ввести в моду. Он готов к исчезновению. Иисус пришел разрушить закон? Нет. Он пришел выбросить закон? Нет. Но что касается праведных? Что касается праведных? Он пришел отделить нас от вышедшего из употребления. В послании к Евреям 7.18 говорится то же самое. К Евреям 7.18. Послушайте. В 18 стихе говорится, «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезности». Расширенный перевод. «Предыдущие физические правила и заповеди отменены по причине их слабости, неэффективности и бесполезности». Иисус отменил закон для праведных по вере. Для нас, праведных, закон был отменен. А вы продолжаете говорить, «Я спасен благодатью, но, хвала Господу, по-прежнему живу по закону Моисееву». Но это смешение. Вы берете новое вино, вливаете его в ветхие мехи. И что происходит? Вино прорывает мехи, и вы не можете воспользоваться ни тем, ни другим. Вам надо выбрать. Вам надо сделать выбор. Кто-то говорит, «Но, брат, доллар, я верю в кровь Иисуса». Если вы верите в кровь Иисуса, то верите и в то, что она освободила вас от закона. «Но, брат, доллар, я верю и в закон». Если вы верите в закон, тогда вы не верите в кровь Иисуса. Минутку, я же верю в кровь Иисуса. Друг мой, подождите, вам надо принять решение. Если вы верите в кровь Иисуса, то вы принимаете свою свободу от закона, а если верите в закон Моисеев, значит, вы отвергаете свободу, обретенную через кровь Иисуса. И так, и так, не получится Об этом сказано в 10 главе послания к евреям Господь, информации становится все больше Послание к евреям, 10 глава Да 26 стих Он хорошо известен, и мы использовали его для того, чтобы распинать им христиан Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим То не остается более жертвы за грехи Кто из вас слышал этот стих раньше? Был ли это произвольный, сознательный грех или нет? А ведь любой грех произвольный Почему вы решили, что всякий грех произвольный? Каждый раз, когда вы принимаете решение согрешить Вы решаете это сделать Согрешить Это действие вашей воли Оказавшись с кем-то в постели Вы не говорите Ой, я в этой постели Как же я тут оказался? А где моя одежда? Куда подевалась моя одежда? Как это она сняла с меня? Кто это рядом со мной? Да это же не моя жена Как такое могло произойти? Нет, происходит не так Вы грешите сознательно Вы всегда грешите сознательно Когда вы решили кого-то обругать, это было актом вашей воли Процесс в вашей голове произошел так быстро, что вы не обратили на него внимания Однако, если бы вы отследили его, то увидели бы Вы приняли решение Сейчас я его обругаю Надо подобрать соответствующую лексику, которую я использую Вы обругали, а не благословили человека И это было актом вашей воли Ваша воля была вовлечена в это действие Если бы вы отключили свою волю, этого бы не произошло Таким образом, любой грех сознательный О чем же здесь говорит Писание? Кому адресовано это послание? Как оно называется? Оно написано христианам, евреям Эти люди всю жизнь жили в страхе, потому что жили под законом А закон был дан еврейскому народу Они знали, что нарушать закон нельзя Они знали, что в результате нарушения закона будут последствия Они знали, что потеряют руку, потеряют язык Они знали, что если не принесут жертву, они умрут Автор адресует послание евреям Послушайте эти слова в правильном контексте Все эти годы у вас было искаженное восприятие Вот что тут говорится Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим О какой истине здесь говорится? Истина в том, что Иисус Жертва за грехи всех людей Аллилуйя И послушайте, что дальше То не остается более жертвы за грехи Иначе говоря, если вы продолжаете приносить в жертву тельцов и козлов Если вы продолжаете уповать на такие жертвы для прощения своих грехов После того, как была принесена главная и окончательная жертва за грехи, Иисус Тогда для вас не остается более жертвы за грехи Потому что жертва за ваши грехи Кровь Иисуса Причина, почему для вас не остается больше жертвы за грехи в том, что вы отвергли эту жертву И вернулись к принесению в жертву тельцов и козлов Вот для таких не остается более жертвы за грех Это и называется произвольным грехом Вы произвольно грешите, когда возвращаетесь к жертвоприношению животных после того, как пришла истина Вы хлопаете с таким видом? Не знаю, правильно ли это? Правильно! Я прав, а вы не правы Я здесь в это утро, чтобы сказать вам это Я прав Я прав Я подчинился великому учителю И истина в том, что Иисус окончательная жертва за грехи Его кровь была пролита И благодаря Его крови мы имеем прощение грехов Прошлых, настоящих и будущих И вам не надо строить жертвенник Вам не надо приносить голубя, козла или агнца на жертвенник И рассекать его надвое Вам не надо больше этого делать Потому что Иисус висел на кресте Как окончательная жертва за грехи И пока вы верите в кровь Иисуса Ваши грехи прощены Но если вы сознательно возвращаетесь к старым жертвам за грехи Для вас не остается более жертвы за грехи Это местописание не значит И никогда не значило Что если вы грешите и знаете, что грешите То вам уже нет прощения Так мы толковали это местописание Но в нем говорится не об этом Представьте, в какое рабство ввергает вас неверное толкование Особенно при том, что вы знаете Какие грехи делают люди Кто разумеет делать добро и не делает Тому грех Вы это сознательно делали? Да Согласно такому толкованию, для вас нет прощения Все, что не поверит грех Ты это сделал из страха? Да, я испугался, поэтому и сделал Прощения тебе нет И не остается для тебя жертвы за грехи Ты пойдешь в ад Так что можешь идти напиться Можешь делать все, что тебе хочется Потому что в любом случае пойдешь в ад Но Писание говорит вовсе не об этом У меня есть жертва Иисуса Мои грехи удалены С ними покончено Я свободен Я свободен Я наслаждаюсь своей свободой Аллилуйя Я свободен Свободен не чтобы грешить Я свободен не грешить Если вы думаете, что свободно грешить То вы обмануты Вы обмануты Свобода дана вам не для того, чтобы вы шли и грешили Свобода дана вам для того, чтобы вы наконец Наконец, с помощью Святого Духа, были свободны не грешить. И это подводит меня к следующему вопросу. Эту тему я еще не закончил, но перейду к другой. Во втором послании к Коринфянам сказано, что с законом закончено. Но я перейду к следующей теме, и это не я придумал, но меня побуждает Дух Божий. Я постоянно слышу от некоторых людей. Благодарение Богу, что по Его благодати мне дана власть грешить. Вас это шокирует? Потому что вы уже какое-то время провели в этой церкви. Кто из вас знает, что благодать не дает вам власть грешить, но дает вам власть и силу не грешить? Однако я то и дело слышу, как люди говорят, «Знаете, вчера я сделал такой грех и такой. Благодарение Богу за благодать. Слава Богу, я под благодатью». Нет, вы не под благодатью. Вы даже не знаете, что такое благодать. Если вы то и дело принимаете решение загрешить, и у вас мир по этому поводу, вы не познали благодать. Вам понятно, что я говорю? Ваш ребенок перечит вам. К тому же посылает вас куда подальше. Вы вполне могли бы отправить его на небеса. Но это было бы не по благодати. Именно благодать не позволила бы такому произойти. Потому что благодать дает вам силу делать добро, а не зло. Не так, что по благодати Божьей вы спите с кем попало. Но если вы познали благодать, оно не позволяет вам спать с кем попало. Каждый раз, когда вы думаете о грехе, благодать говорит вам, «Нет». Благодать учит вас, как жить благочестиво. Благодать дает вам силу поступать правильно. Она не дает вам власть поступать неправильно. Людям, которые утверждают, «Я поступаю неправильно», но благодарение Богу я под благодатью. Я говорю, «Нет, вы не под благодатью. Вы не знаете благодати, и понятия о ней не имеете. Потому что, зная благодать, вы знаете и свободу не уступать греху». Некоторых постигло разочарование. Они говорили, «Я-то думал, что нашел церковь, где можно и иметь благодать, и грешить». Нет, нет, нет. Библия говорит в послании к римлянам, 6.14, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вы не под законом. Догадайтесь, что помогает вам грешить? Закон. Тем, кто хочет держаться за закон, я гарантирую вам, что каждый, кто говорит, «Я по-прежнему живу по закону Моисееву», грешит каждый раз, когда приходит искушающая мысль. Следуя закону, он говорит, «Библия запрещает вот это, но вот про это там ничего не сказано». Не надо больше говорить, «Я веду себя как глупец, но благодарение Богу за благодать». «Пастор, а что делать, если ведешь себя как глупец?» С вами такого больше не будет. Почему? Потому что вы изменили свой разум и свое отношение к глупости. Благодать продолжает работать над вами, потому вы сидите здесь в это утро, чтобы услышать это послание, чтобы понять, все это по благодати. Благодать — это не предмет. Благодать — это не план. Благодать — это личность. Иисус. Писание говорит, «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Если вы хотите истины, она в благодати. Аллилуйя! Хвала Господу! Иисус есть благодать. Но, брат Доллар, я по-прежнему верю в Святое Пятикнижие. Тогда вы не верите в Библию. Я верю, но также верю и в Пятикнижие. То есть в первые пять книг Библии. Я не говорю выбросить Ветхий Завет, потому что в нем тени, прообразы. Помните, Ветхий Завет — это скрытый Новый Завет. Многое в Ветхом Завете вы понимаете, поняв Новый. Новый Завет — это раскрытый Ветхий Завет. А Ветхий Завет — это скрытый Новый Завет. Очень интересно обнаружить в Ветхом Завете то, что открыто в Новом. Открывать для себя, что благодать присутствует на протяжении всей Библии. Но чтобы верно толковать прообразы Ветхого Завета, необходимо смотреть на них глазами Нового. Поэтому я не говорю вам выбросить Ветхий Завет, но говорю, вы, будучи праведными перед Богом по вере, больше уже не живете по духу закона, приносящего осуждения. Закон был предназначен для того, чтобы сделать вас виновным, осудить вас, всколыхнуть вашего ветхого греховного человека. Закон предназначен для того, чтобы вы увидели свою проблему, то есть греховность. С этой задачей он справился хорошо, справился великолепно. Людям, нерожденным свыше, закон и сегодня показывает, что у них проблема. Решение проблемы — принятие Иисуса. Нам необходим Иисус. Я говорю вам, нам необходим Иисус. Я говорю, нам необходим Иисус. Мне все равно, как сильно вы старались быть праведным святым. Без Иисуса вы этого сделать не сможете. Это невозможно. Вам необходим Спаситель. Мне необходим Спаситель. Каждому проповеднику необходим Спаситель. Послание Титу, 2 глава, 11 и 12 стихи. В нем говорится о том, как благодать научит вас жить благочестиво. Почему вы хотите защищать закон Моисеев? Кто-то говорит о моих проповедях. Пастор Доллар сошел с ума. Нет, не сошел с ума. Я изменил свое мышление. И, наконец, открыл для себя, что такое Евангелие. И теперь проповедую его. Бог сказал мне, что колесницы приближаются к вашему дому. Кто-то, возможно, не знает, что это значит. Что вы имеете в виду? Колесницы приближаются к вашему дому. В Ветхом Завете говорится, что эти колесницы были нагружены всяким имуществом и богатством. Бог пошлет колесницы в ваш дом. Слава Богу! Говорю вам, колесницы приближаются. Они будут наполнены преуспеванием, наполнены мудростью, наполнены освобождением. Приготовьтесь, колесницы въезжают в ваш дом. Скажите, колесницы приближаются. Вы можете сказать надловленности, прощай. Вы можете сказать болезни, прощай. Вы можете сказать этой канаве, прощай. Нехватки, прощай. Вы также можете сказать депрессии, прощай. Вы можете сказать раку, прощай. Всему этому вы можете сказать прощай, потому что колесницы приближаются. Колесницы приближаются. Аллилуйя! Не по причине того, что вы это заслужили, но по причине этой чудесной благодати Божьей. Если говорить о даянии, вы будете людьми, щедрыми в даянии. Слава Богу! Вы будете такими, потому что благодать Божья придет на ваше даяние. Вы не будете сомневаться, но скажете, слава Богу, я буду отдавать и делать это в мире. И будет великая радость благодаря этой великой благодати. Вы готовы? Воскликните! Колесница здесь! Колесница здесь! Они здесь! Благодаря благодати, они здесь! Они здесь! Я не говорю о чем-то будущем. Все, что мне нужно, внутри меня. Я хожу с обеспечением во мне. У меня уже все есть. Есть! 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 Давайте я закончу. Я тоже хочу покричать, но это важно. О, Иисус! Слава! Давайте я закончу. Мне надо вложить это в вас. Надо вложить это в вас. Бог призывает вас прорвать страховочную сетку закона и схватиться за канат благодати. Сделав это, мы обнаружим, что мы чудесным образом сбалансированы благодаря Христу внутри нас. Мы созданы доверять Иисусу. Мы созданы доверять Иисусу. И не только в том, что касается нашей конечной цели, но изменения нашего характера по пути. Я доверяю Ему в том, что касается моего характера. Если у меня недостатки в характере, Иисус, я доверяю Тебе. Я доверяю Твоему Духу. Я верю, что Он вложил в меня плоды Духа. В чем у меня есть недостатки? Ты позаботишься о любом аспекте моей жизни. Главное в свободе от закона — то, что мы Богу ничего не должны. Нам в это трудно поверить. Вы Богу ничего не должны. Мы слышали такие фразы. Иисус сделал для тебя так много. А что ты, в свою очередь, сделаешь для Него? Кто из вас слышал что-то подобное? «Иисус сделал для тебя так много. А что ты, в свою очередь, сделаешь для Него?» Аллилуйя! Знаете, что происходит? Услышав такое, мы пытаемся идти на жертвы, чтобы выплатить Ему долг, отплатить за все, что Он сделал для нас. Но как же вы отплатите Ему? Откройте вторую главу посланий к Колоссинам. Рукописание, бывшее о нас, было отменено и удалено. Иисус истребил бывшее о нас рукописание. А вы пытаетесь отплатить Ему за то, чего уже нет. Откройте послание к Колоссинам. Вторую главу, 13 и 14 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Смотрите, «Истребив учением бывшее о нас рукописание». О чем здесь речь? О законе. Расширенный перевод. «Истребив, отменив и стерев учением бывшее о нас рукописание». Обязательство с его юридическими постановлениями и требованиями, которые были в силе и были против нас, были враждебны нам. Это рукописание с его правилами, постановлениями и требованиями он взял от среды и устранил, пригвоздив ко Христу. Вы пытаетесь расплатиться за то, чего даже уже не существует. Оно оплачено и пригвождено ко Христу. Слушайте внимательно. Что если жертва, которой хочет Бог? Что если Бог хочет, чтобы мы осознали чудеса его благодати и просто воздавали ему благодарение? Вы пытаетесь отплатить Богу? Ух! А как вы думаете отплатить Богу? Вы слушаете меня? Как вы себе это представляете? Он создал все. И ему ничего не надо от вас. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, говорит Библия. Позвольте вам что-то показать. Вот что я говорю. Вы заняты попытками отплатить Богу. Но что если единственное, чего он хочет взамен? Что если единственная жертва, которую он желает, это послушайте, благодарное сердце. О Боже, я хочу принести тебе жертву. Откройте 13 главу послания к евреям. Через минуту все для вас станет просто и ясно. Вы пытаетесь сделать все это, чтобы впечатлить Бога. Но все, чего он хочет, это благодарение, признательность, благодарность. Послание к евреям, 13 глава, 15 стих. Прочтем этот стих вместе. Нашли? Вы там? Готовы? Читаем. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Истинная жертва — это плод уст, благодарящих Бога. Вот чего хотят небеса, благодарного сердца. Знаете, чего Бог хочет за все то, что Он сделал? За все, что сделал Иисус? Знаете, чего Он хочет? Он хочет, чтобы вы открывали свои уста и говорили, спасибо. Спасибо за то, что ты любишь меня. Спасибо за то, что освободил меня. Спасибо, Господь, за то, что спас меня. За то, что простил все мои грехи. Спасибо за то, что освободил меня от закона Моисеева. Спасибо за то, что ты так близок ко мне. Спасибо, Господь, за то, что помогаешь мне каждый день. Ты необходим мне. Спасибо за то, что ты сделал для меня на прошлой неделе. Спасибо за то, что у меня есть еда на столе. Спасибо за то, что у меня есть крыша над головой. Спасибо, Господь, что я смог приехать в церковь, и у меня здесь есть место. Спасибо, Господь, за то, что я исцелен. Спасибо, Господь, за лекарства и искусственных врачей. Спасибо.